Готовь сани летом. Эту старинную пословицу вряд ли можно применить к энергосистеме Украины, поскольку именно в летнее время страна ожидает пик потребления электроэнергии. Смогут ли тепловые электростанции, как это было в прошлые годы, подставить плечо остальным генерирующим предприятиям? С прекращением поставок антрацита с неподконтрольных территорий нас вполне могут ожидать веерные отключения электричества. Сейчас в Минэнерго говорят о стабильной ситуации. С концом отопительного сезона появилась возможность остановить тепловые станции, работающие на антрацитовом угле. Таких уже пять. Это Приднестровская, Трипольская, Змеевская, Криворожская и Славянская. Таким образом, энергетики пытаются сэкономить существующий небольшой запас антрацита и дождаться новых поступлений из ЮАР. В этой ситуации ведущая частная энергокомпания ДТЭК увеличивает добычу на собственных угольных предприятиях и наращивает инвестиции в них. Реализация новой стратегии стартовала 20 апреля в Доброполье, где расположен один из крупнейших комплексов страны Доброполье уголь. Здесь добывают в год около трех миллионов тонн угля. Это его годовой объем сжигания одной ТЭС. В 2017-м ДТЭК планирует нарастить добычу еще на 700 тысяч тонн. Для этого проводится переоснащение шахт новыми очистными комбайнами и проходческой техникой, на что компания выделяет миллиард гривен. Модернизация позволит сохранить себестоимость сырья на прежнем уровне и в конечном итоге кардинально снизить зависимость украинской энергетики от внешних источников топлива. Увеличение объемов добычи, внедрение новой техники, повышение производительности труда. Это все, что делает компания ДТЭК для того, чтобы достойно принять вызовы, которые есть, для того, чтобы чрезвычайные меры в энергетике в конце концов завершились. Сегодня Украина вынуждена импортировать уголь, но эта ситуация должна быть временной. Мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить себя собственным ресурсом.